Доброе утро. Сегодня у нас 31 мая. Последний день весны. Время 7.45. Последний день весны. Холодно, сыро, ветрено, пасмурно. Должна была сегодня пойти в огород вроде как поработать, но такая погодка, что не ходится. Тогда мы с вами, значит, что сделаем? У меня тут участок в пяльцах. Круглые пяльцы, да? Круглый участок практически сделан. Остался один цвет. Два. Два, два, два. Учаточка цвета. Немножко попробуем сейчас вместе с вами сделать. Заодно поглядим на эффект последнего крестика. Да, тут я кучу еще для себя придумала. Однажды утром меня осенило. Смотрите, я завязываю узелочек. Маленький узелочек. И бывает, когда тебе нужно вставить, да? Он просто проскакивает. Просто проскакивает. Кроме того, бывает, что ты когда вставишь вот так вот в уголок крестика, этот узелочек вроде бы ладно вставился, но потом, когда тебе надо опять в эту дырочку попасть уже с другого крестика, и ты там начинаешь натыкаться на уже... Вот, пожалуйста, вот здесь вот есть, например, узелочек, и ты не можешь как бы попасть в эту дырочку из-за того, что там уже есть этот узелочек. Ну, в общем, бывает, что это мешает даже в ходе того, что приходится искать другую дырочку для того, чтобы вставиться. Вот так, например, да? Вот. И тут меня осенило, что можно же не вставляться вот в уголочек, а можно вставляться рядышком. Рядышком. Заодно тут можно вот дырочку заделать, которая светит. Опа! Всё, закрепились. Во-первых, тут уже зашитое, здесь погуще, и этот узелок, он уже не выскакивает. Вот просто так, запросто. А дальше ты уже спокойненько, частенько, в уголочек свой. Ну что, разве это не здорово? Это, конечно, не всегда нужно, если тебе надо заделать последнюю одиночку. Видишь, я вот тут тыкаюсь, а там узел, и он мешает, и мне приходится вот отсюда заходить и сюда проникать. Вот. Это не нужно, когда, например, тебе нужно забить последнюю одиночку. Одиночку. То есть там уже со всех сторон всё зашито, и без разницы там этот узелок потом никому не помешает. Но когда у тебя ещё впереди надо, будет тут вышивать, то лучше подстраховаться насчёт узелочков, мешающих в будущем. Без узелочка крепится. Да, я пробовала крепиться без узелочка. Я, наверное, перепробовала все, какие только есть. Закрепки. Третья вот эта дырка. Я тоже очень не люблю, когда светит. Я просто иногда по ходу дела заделываю мелкие дырки. Потому что они меня раздражают. Не думаю, что тут есть что-то криминальное. Вот. Придумала такую вещь. Прям. Чуть ли не запрыгала, когда огну. Надо же, надо же. Что я придумала для себя? Я понимаю, что кому-то на это как бы фиолетовое, да? А ну, для меня это прям здорово. Находочка, находочка. Потому что несколько раз столкнулась с микрозакрепочкой. Там крошечный, там полумиллиметровый кончик закрепляется там одним стежочком. Или потом закрепляется. Ну, потом ладно, бог с ним. Закрепляется, значит. А столкнулась с тем, что вот тут пару раз у меня и пару раз больше. Кое-какие такие с микрозакрепочкой они распустились. Вот так вот. С такими-то коротенькими. Поэтому я решила не рисковать больше. Не заморачиваться там. Не изображать вот эту всю красоту. Ах, какие там с каждым. Потом это очень долго, да? Время надо экономить. У нас не так много. Вот тут, видите, вот тут опять там есть узелок. И она как-то не очень проходит. Приходится заходить с другой стороны. А заходить с другой стороны это нарушать уже систему преломления, максимального преломления. А это не хочется. Я преломление делаю просто автоматически уже. И мне, чтобы не делать преломления нити, мне приходится себя заставлять принудительно. Так. Короче, с этими узелочками хоть они и ускоряют процесс, и упрощают процесс, но вот этот момент, что они потом попадают, когда мне надо, меня немного напрягал. Теперь при случае я могу воспользоваться своим новым способом. вот так вот. Вот опять, смотрите, вроде крестик закрывается, где я стараюсь не сильно затягивать. А все равно получается вот это вот просвечивание. Вот эта белая нитка торчит. И что с ней делать? Она мне будет резать глаза, взгляд, профиль будет бросаться. Да? И я ее просто-напросто опа, закрой. Вот опять как он тут скрепится, а заодно и заделать вот этот дырень. Вот так вот и раз. Как павелина, с удовольствием смотрю, вот всегда павелина, жалко, что они сейчас нет. Она говорит, закрепиться можно даже за одну, одну синьку и ниточку. Главное, что. Вот, например, надо нам закрепиться. Мы можем буквально за ни за что зацепиться. Только смотрите на угол. Вот мы выходим под таким углом, а заходим под другим углом. И там уж по зашитому ты точно там хочешь-не хочешь, а ты все равно зацепишься. Вот так. Так. Переместились на второй кусок, который нам надо доделать. Опять же, тут вот опять, видите, светят дырочки. Они светят, я их вижу. Я их вижу, они меня нервируют. Если я, а если я закреплюсь отсюда, я никому на это не советую, не думайте. Это мои личные, как говорится, тараканы, как одна известная. известная девушка говорит, личные тараканы, ну ладно, у всех свои тараканы. Мне не нравятся эти просветики. здесь вообще туда выехала, однозначно дыра. я хочу, чтобы было у меня. Вот у меня ниточки АМО, и они все-таки на 18-е лиде. Особенно темные цвета. два сложения кажутся почему-то тонковатые. Так же, какие DMC было бы. А вот из ХЛС было бы в самый раз. Ничего бы не светило. что это такое? Я понимаю, тут полтора метра вся эта работа будет. Но я все равно ее зацеплю в эту таруку. Полтора метра будет вся работа. И, конечно, с расстояния. Вот видите, тут опять у меня елка. С расстояния это все эти просветики, они не будут видны. А тут-то я сижу близко, смотрю. Так сказать, для перехода можно использовать заодно закрытие всех прострелов, как говорит еще одна девушка. Вот так. Не знаю, может быть, надо пробовать вообще не затягивать. Да? Тогда, может быть, оно не будет так. Да я вообще не затягиваю. Иногда, конечно, оно само затягивается. Что это такое? Ну, мне не нравится этот, опять заделаю его. Иногда оно настолько меня раздражает, эта дырка. Чтобы вам показать, например. сейчас покажу. Пойдете. Что я беру? вот эту дырку просто-напросто вот так. Я понимаю, что оно потом постирается и, скорее всего, смоется, но сейчас она меня в доме бесит. Наверное, перфекционист в некотором роде все вот эти щели, которых, по-моему, не должно быть в вышивке. меня очень сильно удручает. Еще меня очень сильно удручает, когда ниточки не хватает буквально на несколько крестиков. Приходится брать новую. вот там видишь, там опять здесь узелок, тут узелок. Такой вот минус у узелков, что они потом попадают и мешают. Не идет все так гладко, как хотелось бы. что-то такое творится, смотрите. вот так гладко, как это вот. Так вот. Угу. Смотрите продолжение в следующей серии. Что это такое? Вчера возилась с реставрацией. Сегодня бы там тоже схватилось кое-что доделать. А там такие вещества, которые потом с рук... Если только в растворитель сильно окунуться не отмоешь... Или надо посуду помыть раза два. Серьезно. Вот опять, видите? Возьму-ка я вот так и сбоку раз и закреплюсь. А потом спокойненько уже в этот уголок. Видите, тут опять узелок. Когда много одиночек, то естественно... Ну, как одиночек... Много сменных гнитей, то естественно и узелков получается много. Но и возиться каждый раз закрепкой с этой микро... И парковка это не мое. Тоже сказать бы, ну что возиться за крепкой... И что-то у нас тут творится-то... Парковка тоже... Многие пробуют с энтузиазмом, а потом как-то... Не очень, не очень. В общем, это тоже не мое. Путаться в этих хвостах... Заглядывать под хвост... Где там у тебя куда что вставить надо... Я не знаю, может это вышло двухсмысленно. Ну, короче, вы поняли. Я уж так потихонечку... Отработала себе как-то систему... И что там узелок, там узелок... Куда тут попасть так, чтобы... Сюда нельзя, сюда я только что воткнулась. Вчера смотрела видео... Одна китайская... Китайская или апонская... Наверное, китайская девушка... Вышивает эти сказки... Но она вышивает хаед... И она каждый раз, когда вышивает... Делает трансляцию... И она молчит все время... Ничего не говорит... Ничего не рассказывает... Садится, отмечает время... И начинает... Вышивать это самое... Свой хаед... Постоянно... У него не бывает вышивки... Без включения трансляции... Вот я... Сижу иногда... Смотрю... Как это получается... В исполнении... Хаедовская схема... Если получится... Попробую ссылочку вставить... На эту девушку... Вот она там сидит час... Даже час с небольшим... Молча абсолютно вышивает... Там в чате у нее какая-то там... Кто-то между собой общается... Она редко-редко что-то ответит... Она опять же не словами... А пишет на бумажке... Если кому-то надо что-то ответить... Мне нравятся всякие видео... И молчальные... И разговорные... Иногда под музыку... Но только недолго... Недолго... Я не могу долго слушать... Музыкальное... Утомляет меня... А вот некоторые разговоры... Я могу хоть час... Хоть больше часа слушать... Такие как Женя Золотарёк... Это надо... Вообще... Жалко... Сейчас у меня читать... Не выходят... Видосики... В таком количестве... Как раньше... Она конечно... Перебралась на Дзен... Но теперь получается... Что надо отлавливать... И... На Ютубе что-то... И потом на Дзене проверять... Бежать... Это у меня вместо той фирменной... Иглы... Которая утюхивает туда ниточки... Просто толстая игла... Толстая шерстяная нитка... В принципе работает... Вот... Ну чё... К чему мы тут подходим-то... Девочки... Ой... Забыла... Девочки... Когда снимают... Длинное разговорное видео... Они потом... Переслушивают... Что они там не говорили... У меня чего-то нет... Я его желание... Переслушиваю... Я его шутюхую... Как есть... Так... Ну что... Да... Ну я опять забыла... Представить себя... Меня зовут Лена... Всё ещё Лена... Ну... Вообще... Изникали Лену... Амур... Можно в принципе понять... Что меня зовут Лена... Вообще... Я интроверт... Поэтому... Мне как-то это... Стремно... Всё это... Стремно... Написано... Что там я Лена... Ну и ладно... Как Лена... Так... Заделаю я вот эти дырочки... Перфекционист и интроверт... Ага... Да... Такая вот смесь... Вот... Что делать... Что делать... Каждому своём... Это я вот так закрепляюсь... Всё-таки... Заделаю по пути... Всё вот это... Ну... Что-то меня раздражает... Вот эта дыра... Что я могу сделать... Ладно... Будем считать... Что последний стежок... Сделан... Сейчас мы... Посмотрим... Как это выглядит... Внимание... Ну... Как вам... Картинка... Вот... Эта вот... Девица... Которая... Ну... Молодая женщина... Которая... Стоит на этом балкончике... Так... На неё смотрю... Она мне напоминает... Как будто... Вечером... Так... Выходит... Такая... Вечерочком... Домой... Зазвать... Там... Не знаю... Собаку... Там... Не знаю... Кого... И она тоже так вышла... Такая... На балкончик... Такая... Выглядывает... Эй... Домой... Кого она тут ищет... Хозяйка замка... Может быть... Она вот ищет... Вот этого... Хитрого... Который тут прячется... Он тут прячется... Короче... Вот... Круг второй... Закончен... Персонаж номер три... Готов... Конечно... Тут не обошлось без изменений у меня... Вот здесь вот на платье девушки я... Не понравились мне там складки... Которые... Были на исходной схеме... Корона... Мне показалось... Что пустая голова... У неё там какая-то странно... Как-то кончается ничем... И... Окошечко... Я сделала... Такое вот... Там прямое... А я добавила вот эту арочку... Заодно для того... Чтобы зелененье... Оранжевенькое... Поддержать... Я добавила вот эти... Огонёчки... Ну вот... А этого чудика... Вы уже помните... Что я его переделала... Там просто какое-то непонятное пятно... Я посмотрела... Думаю... Что тут... Давайте сделаем дракончика... Дракончика... Ну и вот этого котика... Тоже там нет... Котяра... Вот так... Что... Смотрите... Как он смотрится... Всё... Будем... Снимать... И передвигать... И передвигать... Наверное... Я буду вот сюда... Пойду по... По часовой стрелке... Да? Да... Наверное... Так... И вот это вот... У меня... Крылышко... Такого там... Летит... Маленький... Летучий... Конёк... Маленький... Летучий... Конёк... Кто он у нас... Сейчас посмотрим... Как он выглядит... Сейчас тут закрашу то... Что я... Навышивала... И... Поглядим через глаз... Что это у нас... Лошадка с крыльями... Просто... Пегасик... Маленький... Не знаю... Получится... Вот... Посмотрим... 20... 564... 2,8 процента... А это вот... Коняшка... Маленькая... Которая появляется... Ну вот... Как это выглядит... Такой кусочек... Получился... Пока-пока... Музыка... Слово... О Cabа... Слово... Конец...